История Брестской погрангруппы складывается с судеб людей, которые благодаря своему героизму и мужеству навечно остались в народной памяти. Их помнят, их чтут. В областном центре на пересечении улиц Барсукова и Врублевского состоялось открытие стелы, на которой установлены мемориальные доски пограничникам-героям. Улицы Врублевского и Барсукова – это имена командиров Брестского пограничного отряда. Федор Врублевский – личность легендарная. Трех орденов, Красного Знамени, Отечественной войны и Ордена Ленина. Он был удостоен за первый год руководства 86-м пограничным отрядом. А герою Советского Союза Ивану Барсукову довелось командовать брестскими пограничниками, тоже в непростое время создания пограничной службы независимой Беларуси. Он всегда был примером для подчиненных. Много внимания уделял боеготовности, профессиональной подготовке и поддержании морально-психологической обстановки в подчиненных коллективах. Во многом, благодаря его личным качествам и высокому авторитету, брестский пограничный отряд в условиях крушения советской системы продолжал надежно выполнять задачи по охране государственной границы. Пограничники Республики Беларусь бережно относятся к сохранению памяти и продолжению традиций предшествующих поколений стражей границы. Отрадно отметить, что инициатива ветеранов пограничной службы присвоения улицам города Бреста имен полковника Врублевского и полковника Барсукова была в свое время поддержана руководством Брестского областного и городского исполнительных комитетов. Брест является героическим городом, подчеркнул на церемонии мэр города Сергей Лободинский. В память о героях в областном центре улицам присваиваются именно людей, которые стали эталоном мужества и самоотверженности, преданности родине и долгу. Открытие новых памятников дает молодежи возможность понять, что история не может быть оторвана от сегодняшних реалий. Один из таких примеров – это и сегодняшний памятник пограничникам, которые всю жизнь отдали и воевали в рамках Великой Отечественной войны, защищая и добывая нам сегодняшний мир. Для того, чтобы, наверное, подтвердить приверженность и дать понять, в том числе, молодому поколению, что история не может быть оторвана от сегодняшних реалий. И, наверное, подтверждение вот этих памятников тому, что нельзя изменить историю. Она такая, как она есть. И это те шаги, которые сегодня нам позволяют с уверенностью называть себя государством, свободным, независимым. И, наверное, на этой почве показывать и рассказывать нашему будущему поколению про патриотизм. А он не на словах, а на конкретных примерах, таких, как сегодня и Барсуков, табличку и памятник мы открываем. И на школах то, что мы вывешиваем имена знаменитых людей, которые, наверное, своей приверженностью к работе, к отношению к работе, к отношению к родине, к родным и близким показывали и доказывали эту независимость. Основные торжества развернулись в Брестском театре «Кукол», где состоялось торжественное собрание, в ходе которого были награждены военнослужащие пограничной группы. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович акцентировал внимание на том, что сразу после освобождения нашей земли от оккупации 80 лет назад на охрану государственной границы на западном направлении выступили бойцы-командиры Белорусского пограничного округа. С тех пор западный рубеж нашей Родины надежно охраняют пограничники Брестского пограничного отряда, а ныне краснознамены пограничной группы имени Эфеликса Держинского. Это одно из самых крупных пограничных, я скажу так, соединений, которые находятся в системе органов пограничной службы Республики Беларусь. Одна из самых крупных. Но это, наверное, и оправдано. Это соединение находится, я бы сказал так, на направлении в своеточении основных усилий по защите наших национальных интересов. Брестское направление исторически было самым опасным, танкоопасным направлением, лакомым кусочком для врага. Поэтому пограничники традиционно стоят первыми в первом эшелоне на защите суверенитета любого государства. В Беларуси это не исключение. Действительно, знаковое мероприятие, потому что действительно это мероприятие проходит на территории Брестской земли. Брестская земля – особая земля. В 1941 году действительно она первая приняла удар немецко-фашистских захватчиков. Это символично, что это мероприятие проходит в канун 80-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. И действительно, здесь, на Брестской земле, в далеком 1941 году, именно воины Брестского гарнизона, воины Брестской крепости первыми, я бы сказал так, поставили подножку немецко-фашистским полчищам в достижении своих целей. Они сделали первую ступеньку, первый шаг в достижении победы, той великой победы, которую мы будем 80 лет отмечать, и ту, которую мы действительно сегодня бережем, как нашу историческую ценность. Сегодня жизнь Бреста и многих районов Брестской области неразрывно связана с границей. Воины в зеленых фуражках ответственно выполняют свои обязанности по защите рубежей, а местные власти, в свою очередь, заботятся о создании комфорта для пограничников и их семей. Что такое сегодня Брест и что такое героизм пограничников, знает вся страна, знает весь мир. Это самые доблестные люди, которые смелые, закаленные, мужественные отдали свою жизнь для того, чтобы мы жили, жили наши дети, было наше государство. Вы сегодня несете одну из самых ответственных служб, и за дня в день вы выходите на стражу государственной границы нашего региона, где вы сегодня служите. Мы рады сегодня граждански, что мы строим для вас мирное жилье, мы строим для ваших детей садики, мы строим для ваших детей школы, мы лечим вас. Мы вместе с вами отмечаем самые главные праздники нашего города, нашей страны. Пограничники – славные воины и хранители покоя нашего государства. Брестские пограничники решают вопросы борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией, контрабандой товаров. Задачи сложные, но они успешно с ними справляются. Доблесть, верность воинскому долгу, отвага и мужество пограничников во все времена были и остаются залогом того, что границы нашей Родины под надежной защитой. В торжественной обстановке военнослужащим пограничной группы имени Держинского вручили награды, грамоты и благодарности, очередные воинские звания. Среди награжденных офицеров многие пришли в пограничные войска по зову сердца, а награды и очередные воинские звания – это символ признания заслуг в деле охраны государственной границы. В 2013 году я поступил в Институт пограничной службы Республики Беларусь. По окончанию в 2017 году был распределен в Брестскую краснознамённую пограничную группу на должность заместителя начальника отделения пограничного контроля «Томашовка». В 2019 году назначена на должность начальника смены отделения пограничного контроля «Козловичи». В дальнейшем, через два года, был назначен на должность начальника смены отделения пограничного контроля «Варшавский мост», после чего возглавил отделение пограничного контроля «Козловичи», где в настоящий момент прохожу службу. Получать награду из рук высоких должностных лиц всегда волнующе. Настоящий текущий год, 80-летие нашей пограничной группы, для меня особо значимое событие. Это и в дальнейшем стимулирует меня к качественному выполнению задач по охране государственной границы Республики Беларусь. Вручение государственной границы всегда почетно для меня, для молодого офицера. Это толчок на дальнейшую деятельность, направление, так сказать. Я очень горжусь этим, вообще горжусь принадлежностью пограничной службы Республики Беларусь. Именно для них, стражей границ, в зале театра состоялся праздничный концерт.